3, 2, 1, time to start. Армагеддон, ну, 8 каких-то подонков и один полупьяный тип с космического корыта взрывают астероид. Я давно так не смеялся. Ну хорошо, пора на работу. Так, где мой инструмент? А, ой, господи, какой тяжелый. Ну невозможно работать. Мессия. Герой этой игры вовсе не похож на типичных накачанных парней с ног до головы, увешанных стволами разных калибров. Героем игры стал ангел с не слишком каноническим именем Боб. Боб совсем не похож на грозных, неведущих жалости духов. Он, казалось бы, сошел с рождественских открыток, ангелок с крылышками. Впрочем, задача перед ним стоит та же. Отчистить землю от скверны и по возможности одолеть самого Лукавого. Уже сам выбор героя, с учетом стоящей перед ним глобальной задачи, настраивает вас на то, что игра будет далеко не банальной крошилкой. Из разряда «всех убью, один останусь». Нет, убивать в этой игре придется много. Но убивать здесь нужно с умом. Метод лобовой атаки с гранатометом на перевес на толпу врагов, увы, не прокатит. Отстаньте, противные! Господи, присталучие такие. Я им привет, мальчишки. Они как начали стрелять. Я хоть ангел, но я же не железный. Чего палить-то в меня? Ну правильно, гранатометом! Вы бы еще галбицу прихватили. Вот обстановочка. Не знаю, спрятаться некуда. Сюда не пролезть. Разве что мышь пролезет. О, прикинемся мышье. В кого или во что именно вселяться, приходится решать по обстановке. Если через дверь могут пройти только представители технического персонала, ангел переквалифицируется в техника и так далее. Но и у собственного тела Боба есть немаловажные достоинства. Например, крылышки за спиной не являются бутафорией. Парить как горный орел Боб, конечно, не может. Но не расшибиться при падении с большой высоты или очень высоко подпрыгнуть, эти крылышки помогают. Назвать эту игру очень простой никак нельзя. Вы почти постоянно попадаете в безвыходные ситуации. Откуда ведь столько? Боже мой, лезут и лезут. А я, знаете ли, с каждым общаться не собираюсь. Я гордый. Во-первых, мы не представлены. А во-вторых, я извиняюсь, чем воевать-то? На выбор всего два вида оружия. Вот один мой приятель, близкий, рассказывал, что в Квейке этого оружия полным-полно. Эй, уходите все отсюда, а то сейчас выйду и поколачу вас. Не бояться. Игру эту ждали долго и с нетерпением. И она, надо сказать, оправдала надежды. Системные требования. Pentium 266 рекомендуется 350. 32 мегабайта памяти рекомендуется 64. 3D-акселератор. Сетевая игра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова